Всем привет, с вами Надя, и сегодня я покажу вам свой боджо за май. Для начала о том, что в нём использовалось. Это брашпены Tombow номером N95, 025 и 192. Брашпен Ecoline от Royal Talents красный цвет Scarlett. Линеры Pigma Micron, тройка, четвёрка, восьмёрка, пятёрка и брашпен. Соответственно, карандаш для набросков. И вот этот вот блокнот Purpose, он, собственно, куплен на Алиэкспрессе. Это не первый мой блокнот этой фирмы, очень их рекомендую. У них достаточно плотная бумага, чтобы не пропускать брашпены. И при этом она такого приятного кремового цвета. И сам блокнот очень толстый, в него вмещается где-то полгода регулярного введения боджо. И мне он очень нравится. Ну что ж, приступим. Первое – это титульный лист. В нём я использовала вот этот вот брашпен Pigma для оформления заголовка. Оформление у меня идёт цветочное, потому что май уже всё цветёт. Даже у нас в Подмосковье уже после этих дурацких холодов, которые меня, честно говоря, запарили. Весь апрель был холодный. И только вот недавно начало теплеть. И уже появились даже нарциссы. Возле моего дома я сегодня ходила, смотрела. Очень мне понравились такие хорошенькие, маленькие. Ну, соответственно, я нарисовала цветочные дутлы. И ещё один элемент – это стикер, который я в дальнейшем использовала в недельных разворотах. На этом стикере, собственно, маленький календарик на май, без всяких отметок. Просто, чтобы мне было удобно ориентироваться в неделях. Этот элемент, у него своя достаточно интересная история. Это предсказание на месяц. В начале этого года я решила, что мне нужен какой-нибудь интерактив Боджо, чтобы было веселее его вести. Соответственно, я сделала вот эту вот штуку. Скотч уже отклеивается, но это беда вот этого блестящего скотча. Он очень плохо клеится и очень быстро отстаёт. Собственно, я нарезала 12 листов, украсила их и поместила в такой вот конвертик. И каждый месяц я теперь достаю полосочку бумаги, и у меня в ней предсказание на месяц. Я её вклеиваю в титульный лист и потом смотрю, исполнилось или не исполнилось. Очень такое вот весёлое занятие. Следующий разворот – это цвета моя, задачи, что посмотреть и что почитать. Цвета моя, на самом деле, я использую впервые. Вот эту вот себе подсказочку по тем брошпенам, которые я использую для оформления. Ну, раньше мне казалось, что можно обойтись и без этого, потому что, что я не запомню, что ли? А потом я поняла, что в какие-то моменты я начинаю забывать, какой конкретный брошпен я использовала. Потому что, вот, например, зелёных у меня три штуки практически одинаковых. И хрен поймёшь, какой из них я использовала в оформлении месяца. А всё-таки разночтений по графике мне не хочется делать, потому что всё-таки, когда всё оформлено неми, теми же цветами, это смотрится гораздо приятнее, гораздо эстетичнее. Поэтому я вписала себе все четыре брошпена, которые я использовала. Элементы эти раскрашенные – это лепестки цветов, так как у меня цветочная тема в оформлении. И я делала их с помощью вот этих самодельных трафаретов. У продавца ноутбук-терапии есть как раз-таки набор трафаретов, которые они продают за стоимость крыла от самолёта. Это, в принципе, фирма достаточно такая дорогущая, хотя они китайцы. И они делают очень классные блокноты, но, честно говоря, покупать у них всё остальное канцелярку мне не очень хочется, потому что они на неё дерут цены. Например, вот такой пенал у них стоил порядка двух тысяч рублей, а то и больше. А на Али я купила его за 300 рублей. Поэтому мне не хотелось тратить деньги на эти трафареты, и я их сделала сама с помощью своего плоттера и специального материала для трафаретов. Мне, на самом деле, очень понравилась эта штука, потому что, опять же, вот здесь треугольнички тоже сделаны с помощью этих трафаретов. Это очень удобно, приятно, и можно сделать ещё какие-нибудь свои, но мне пока, честно говоря, не до этого. Задачи у меня достаточно тривиальные. Я начала вести блог в ВКонтакте и решила, что мне нужно его обязательно не забросить. Мне нужно докупить евро для отпуска. Ура! Иду отпуск в июне, и поэтому надо подготовиться к этому. Поэтому это, опять же, подготовка к отпуску, потому что я не хочу ехать туда сильно толстой, какая я сейчас, и мне нужно похудеть хотя бы на 5 килограмм. Я мало-помало справляюсь с этой задачей, и надеюсь, у меня всё получится. У меня также есть несколько курсов, которые я забыла продолжить, заленилась, переключилась на что-то другое, и, короче, решила, что пора бы возобновить учёбу и закончить эти курсы. Одни из них профильные по дизайну, и парочка — это курсы по рисунку, которые мне прям очень нравятся, но я переключилась сначала на крафт, потом на блог в ВК, и поэтому у меня что-то как-то всё потерялось. Поэтому пора бы заняться учёбой. Мне нужно обновить портфолио рисунков, но для этого их сначала надо нарисовать, потому что я давно очень не рисовала в диджитале, всё в основном только в традишке, и поэтому надо-надо продолжить рисование в фотошопе или в клипе Studio Paint, мне и то, и то нравится, и своё портфолио, конечно же, обновить. Дизайнерское портфолио мне, между прочим, тоже стоило бы обновить, потому что у меня в нём в основном учебные работы, а те, которые не учебные, я связана договором о неразглашении. Ну, вроде мой работодатель говорил мне, что можно будет некоторые фрагменты моего дизайнерского творчества выкинуть в портфолио, мне всё лишь нужно спросить у него разрешения, этим тоже надо заняться. Также у меня есть магазин в ярмарке мастеров, ссылочка внизу, и я хочу снова начать его обновлять. Для этого мне нужно сделать ещё пару-тройку открыток и добавить их в товары. Что посмотреть? У меня в этом месяце список короткий, потому что я запарилась писать длинные списки того, что хочу посмотреть, и потом ничего из этого не смотреть. Я вообще очень тяжело отношусь к фильмам и сериалам, потому что я не умею высиживать долго на них и смотреть, и ничего не делать. А под фоновый просмотр они не идут, потому что тот же Аркейн, например, мне нравится смотреть, вот именно смотреть, смотреть, и ничем не отвлекаться от просмотра. И это тот тип сериала, который я не хочу досматривать чисто потому, что он слишком крутой. Он мне очень нравится, и я с ужасом жду того момента, когда я посмотрю последнюю серию, и он закончится. Также у меня было с мультиком Харли Квинн, тоже суперский мультсериал, очень всем советую. Также у меня уже сколько месяцев висит Майор Гром Чумной Доктор. Я всё никак не могу его посмотреть, я даже, честно скажу, начинала, но, увы, так и не продолжила. И Бэтмен 2022 года, которого я с нетерпением ждала, потому что я фанатка комиксов DC и фильмов DC, и поэтому мне очень хотелось посмотреть, как Паддисон справится с этой ролью. Список на почитать кажется очень коротким, но, тем не менее, он достаточно большой по объёму, потому что Рицоли и Айлз — это целая серия детективов, которые я начала читать ещё в марте, и я прочитала очень дофига книг из этой серии, то есть вот начиная с «Хирурга», заканчивая «Безмолвной», и сейчас я читаю следующую книгу, забыла, как она называется, но, тем не менее, там очень интересные сюжеты, там такие достаточно нетривиальные персонажи, и очень приятно читать эти книги, автору большой респект, и ещё говорят, что по этому циклу есть сериал, его я тоже хочу посмотреть, но мне говорили, что персонажи в сериале и персонажи в книгах очень сильно отличаются по характеру, поэтому я не знаю, как я буду воспринимать сериалы, я хочу сначала дочитать весь цикл, а потом уже заниматься просмотром серий. И «Интимное средневековье» — книжка, которую мне посоветовали, ну, буду пробовать. Я люблю всякие нон-фикшн читать, не только фикшн, и это достаточно, мне кажется, интересная тема. Собственно, там рассказывается про интимную жизнь в средние века, какой она была и что происходило с людьми. Мне кажется, это очень интересная тема. Этот разворот состоит из двух трекеров. Первый — это трекер «Перивычек», второй — это трекер «Снай настроение». Я раньше делала их вертикально, и это было очень бесячно, потому что каждый раз приходилось вот так вот переворачивать блокнот, и это очень сильно напрягало, поэтому в этом месяце я решила, что раз я все равно трачу на них две страницы, я просто сделаю их в столбик и займу каждым, собственно, две страницы, как и в привычных мне разворотах. Привычки у меня делятся на уходовые. Я пользуюсь корейской системой ухода, и поэтому мне нужно следить за тем, чтобы я умылась утром, умылась вечером, наложила себе маску раз в три дня и сделала пилинг раз в неделю. «Геншин» — это я, собственно, играю, потому что почему бы не поиграть? Я все хочу себе выбить Аяку, но у меня никак не получается, потому что я завела себе новый аккаунт, и я все еще жду, когда мне нападает достаточно примагемов, чтобы я смогла наконец-таки ее выбить себе. И я скажу, что с второго аккаунта мне все дается легче, чем в первый раз, хотя прокачиваюсь я, наверное, точно так же, но тем не менее у меня прям все легко всех боссов прохожу и очень горжусь собой за это. И третий блок — это соцсетки, ВК, Телега и Ютуб, которые я решила начать все-таки вести. Так что это видео как раз-таки закроет вот эту вот галочку. Сонное настроение у меня идут в графике. Это нужно мне для того, чтобы отслеживать свое состояние психическое и вовремя принимать меры, если вдруг что-то идет не так. Собственно, сон делится на два. Типа спала меньше восьми часов. Так делать ни в коем случае мне нельзя. Иногда я просто не могу справиться с собой и лечь спать вовремя, потому что вокруг слишком много дел, которые нужно сделать и которые мне интересно сделать. И спала больше восьми часов. Это самый сок. Потому что тогда я высыпаюсь, и моя психика становится более стабильной. Настроение отмечается точками, которые соединяются прямыми. И я могу смотреть график своего настроения. И, соответственно, отслеживать, когда оно у меня слишком низкое, нужно принимать меры от депрессии. И когда оно, наоборот, слишком высокое. И нужно принимать меры от каких-то там слишком уж завышенных состояний, когда лучше все-таки немножко себя подутихомирить. Иначе будет беда. Следующий разворот — это ВКонтакте и Телега, контент-планы. Ну, в Телеге у меня нет контент-плана, потому что я ее веду очень своеобразно. Мне нужны какие-то новые готовые поделки, крафт для того, чтобы, собственно, постить его туда. А вот в ВК у меня почти до конца заполнен мой контент-план. Осталось каких-то жалких 10 дней, которые нужно добить. И тогда все будет суперски. И опять же ВКонтакте я хочу проследить за ростом подписчиков, что как будет идти. Пока у меня их там 9. Ну, мне кажется, это уже неплохо, потому что я не рассылала ни по друзьям, ни по кому. Кроме одного чата очень интересного. И оттуда пришло несколько человек. И тем не менее, хочу проследить за ростом подписчиков. Этот разворот – это разворот первой недели мая. Как я уже говорила, здесь я использую вот такие вот стикеры для дел на день. И здесь, собственно, я веду систему Running List для тех дел, которые у меня повторяются изо дня в день. Соответственно, оформление в тех же цветах, что и я задумала. Здесь дудл с чашкой кофейной, в которой, как в вазе, стоят цветы. Здесь я немножко закосячила, потому что я сделала слишком длинную полоску буквы Д. И заделая ее немножко в букве Е, пришлось это все замазывать белой ручкой. Белая ручка – супер! Это спасение всегда! И вот такой вот небольшой дудлик с листьями я сделала, чтобы украсить этот заголовок, который у меня оказался внизу. Но мне кажется, так интереснее по композиции. Этот разворот – это вторая неделя мая. Она же 20-я неделя года. С 9-го по 15-е. Эти штуки я увидела в Пинтересте. Так оформлялись там цитаты, но я решила, что для блоков дней недели тоже очень пойдет такая вот штука. И, соответственно, сделала тут такой небольшой рисуночек, чтобы как-то украсить эту неделю. Заголовок и ранинг-лист, опять же, для дел, которые я делаю ежедневно. На этом я закончила своё оформление Потому что мне нравится оставлять себе пару разворотов Чтобы было что оформлять, когда вдруг внезапно приспичат У меня бывает такое Бывает, что очень хочется что-то оформить Особенно, когда ты посмотрела какой-нибудь там ролик крутой Какого-нибудь крутого автора Или в инстаграме насмотрелось чудесных всяких блогеров Которые очень красиво оформляют свои буджо И тебе хочется попробовать так же А у тебя уже всё заполнено И ты не можешь нигде ничего попробовать Это только оформлять следующий месяц А под конец месяца может у тебя поменяться уже идея И всё, и как-то будет тогда грустно Вот, собственно, на этом Всё Ссылки на блокнот на мои соцсети я оставила внизу Спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok